Всем привет, ребят! Смотрите, нравится сайт? Спортивный. Хотите сделать такой сайт самостоятельно? Без каких-либо знаний? Минут за 60. Причем этот сайт, визитку, можно использовать не обязательно в фитнес, бодибилдинг, йога под любые другие какие-то спортивные мероприятия. Реально, сейчас посмотрите это видео и реально сделайте такой сайт. Не верите? Смотрите видео до конца. Меня зовут Федор Васильев и поехали! Итак, что я использовал? Давайте сначала разберемся, чтобы создать такой сайт. Я использовал бесплатный движок Joomla версии 3.8.13. Я использовал компонент Gridbox версии 2.5.8. Конструктор страниц, который позволяет собирать вот такие страницы без шаблонов и без знания кода. И я использовал компонент Forms 1.7.4 версия для подобных всплывающих форм. Ну, чтобы человек мог оставить заявку, записаться на занятия ваши потенциальные клиенты. Давайте сначала разберем особенности главной страницы этого сайта. Что за сайт, более подробно сначала расскажу. И после этого мы приступим с вами к созданию такого сайта. Я надеюсь, что за 60 минут я уложусь и соберу такой же сайт, ну, главную страницу для вас. После этого видео вы сможете легко делать такие сайты профессионально самостоятельно. Но прежде я хочу сказать, если вы захотите более детально освоить данные инструменты, чтобы создавать в дальнейшем такие профессиональные сайты, не только спортивные, я предлагаю вам изучить мой пошаговый видеокурс для начинающих. Вы сейчас видите обложку данного видеокурса. Ссылка на мой видеокурс в описании. Если нет времени и желания изучать, вы можете всегда заказать сайт у меня. Также телефон вы сейчас мой видите. Звоните, пишите в комментариях. Обсудим ваш проект. Итак, сайт. Представлен сайт Визитка. Вы видите, не широкоформатный, не резиновый. Вы видите, что это такой колонный сайт. Сзади, потому что видно, бэкграунд кирпичный. Выбраны были цвета темно-красные, такие агрессивные с темно-серым. Соответственно, символизирующий силу, брутальность, мужской спорт и так далее. То здесь, смотрите, здесь Joomla логотип, соответственно, это демо-сайт. Поэтому здесь любой ваш логотип. То есть, что важно, обязательно логотип вверху. Это шапка сайта называется. Обязательно все контакты должны быть наверху. То есть, я вывел в правую часть сайта email-телефон. Причем это все у нас не просто текст. Я покажу, как это сделать, если вы не знаете. То есть, обычно пишут ошибку, допускают. Просто email пишут или просто телефон. А должно быть кликабельно обязательно. То есть, я кликаю на email, у меня открывается почтовый клиент, где человек сразу может мне написать. И то же самое телефон. Если я кликну, например, с мобильного телефона, я зайду на этот сайт и нажму на телефон, и сразу пойдет набор телефона. Это важно. И, соответственно, часы работы. Дальше у нас идет меню. То есть, это визитка, значит, подразумевает какие-то внутренние страницы. Соответственно, мы с вами разберем только страницу главное. А уже внутренние страницы вы сможете самостоятельно собрать уже по аналогии, посмотрев это видео до конца. Соответственно, что у нас еще с меню? Я сделал прикольное меню. То есть, смотрите, при прокрутке страницы вниз меню, вот видите, вот прямо сейчас оно вот так вот залипает. И всегда оно видимо, когда человек прокручивает сайт. Вниз. То есть, всегда сможет перейти по менюшкам. То есть, это тоже разберем, как это я реализовал. Дальше идет некий слайд. Я выбрал самую красивую, самую такую брутальную картинку. Если обновим страницу, здесь анимационно выскакивает какой-то должен быть заголовок, мотивирующий пойти заниматься в зал. Но это, конечно, сложно сделать, но что-то такое должно быть, придумать. Станьте сильнее с нашей уникальной тренировкой. Соответственно, все вот эти кнопки, они должны куда-то везти. То есть, со слайда это будет везти на внутреннюю страницу, где у вас будет форма, где человек ее заполняет, отправляет вам заявку. Заявка приходит к вам на почту, и ваш сотрудник связывается с потенциальным клиентом, чтобы, например, записать там его на тренировку. Если, конечно, человек сам, он может сам позвонить и записаться к вам. То есть, уже тут как удобнее человеку. Дальше я решил разместить, если есть, например, в вашей фитнес-структуре тренеры, которые берут частные занятия. То есть, я вывел это так, при наведении флипбокс, так называемый, в прикольном таком виде. То есть, персональный тренер, записаться на тренировку, сразу кнопка, по идее, кнопку вот эту можно сделать, чтобы открывало всплывающее окно аналога вот такого вот. Соответственно, здесь можно записаться, например, на фитнес, на бодибилдинг, на йогу. То есть, по сути, этот сайт-визитка рассчитан на какой-то комплекс тренировок, какой-то такой мегаполис. Не просто какая-то качалка там, а именно целый комплекс услуг. Но не обязательно так делать, если у вас только фитнес, только йога. Можно также это оформить только под какую-то одну структуру спортивного обучения и так далее. То есть, здесь уже просто технически я показываю, как реализовать, а вы уже сами под себя, получив эти знания, доделывайте, додумывайте, как лучше это реализовать под ваши услуги, так сказать. Дальше я решил сделать таким мощным, зрительным, занимающий целую секцию. То есть, подобрав красивую картинку и тоже, по сути, призыв к действию. Везде у меня призыв к действию. Это важно. Начиная с первого экрана, с каким-то цепляющим текстом, который призывает. То есть, призыв к действию. То есть, призыв к действию. Действие у нас это кнопкой является. Это тоже важный момент. Соответственно, здесь призыв к действию. Тоже что-то такое вкусное. То есть, первая тренировка бесплатна. И записаться. Туже человек может записаться, оставить заявку на первую тренировку. Также вы с ним связываетесь и так далее. Или ваши сотрудники. Далее, такая красивая картиночка. Соответственно, вот эти все картинки, они уже у меня готовы. Я просто покажу, как собрать такой сайт. Быстро, легко, без знания кода. Вы сами сможете сделать абсолютно легко это все. Дальше идет, так сказать, скидка. Опять идет маркетинговый ход, так сказать. Приведите друга и получите скидку 20% до конца дня. Ну, соответственно, здесь идет таймер. Соответственно, здесь нужно за этим следить. Если до конца дня, значит, каждый день. Здесь нужно это продумать, чтобы действительно оставалось там несколько часов до конца дня. То есть, просто в начале дня выставить таймер и будет тикать вам до конца рабочего дня. Соответственно, акции, вот эти все, это все абсолютно индивидуально. Это все продумываете вы сами для своего сайта. Вам покажу технически, как это все сделать. Ну и дальше, интересный момент, это расписание занятий, да. То есть, я это вывел вот такой таблицей. Причем, для такой таблицы, для реализации можно использовать какие-то еще дополнительные компоненты расширения для Joomla. Но я обошелся Gridbox'ом и покажу, как я это сделал. Если вы не знаете, как это сделать, достаточно интересно, да. То есть, просто расписано на неделю, например, время той или иной тренировки. То есть, сразу человек может видеть по времени, когда работает там тот или иной тренер. И подвал сайта, низ сайта, да. Правовая информация, социальные кнопки обязательно. То есть, обязательно социальные профили, там группу ВКонтакте, Фейсбуке. Это все выводится внизу элементарно. Вот такая вот главная страница. Давайте приступим. Посмотрим, как я сделал такой сайт. Итак, заходим в админку нашего сайта. Для тех, кто совсем не знаком с конструктором страниц Gridbox, информация, как собирается сайт. У нас есть хедер, шапка сайта. У нас есть контент. И есть футур, подвал. Соответственно, если мы с вами посмотрим на шапку сайта, у нас здесь, по идее, три блока. Блок под часы работы, под телефон, под email и под логотип. Соответственно, в нашей верхней шапке нам нужно создать четыре секции. Для этого здесь примерно у вас так же это все будет выглядеть, да? Я захожу вот сюда вот и выбираю четыре. Таким образом, вы видите, я делю на четыре колонки. То есть, вот эти три колонки делаем размером два. Просто левой кнопкой мыши зацепляю, зажимаю, то есть, и тяну вправо. И видим, вот здесь вот, видите, всплывающей такой маленькой серой подложке написано Span 2. Отпускаю мышь и делаю тоже здесь два. Соответственно, вы видите, что большая колонка первая оставляется размером шесть. Это у нас под логотип. Также вот здесь есть такая шестереночка. Если мы на нее наведем, видим, подсвечиваются отступы. Они нам здесь не будут нужны. Мы их сразу здесь убираем. И давайте уже шапку наполнять. То есть, сначала давайте зададим ей цвет. Если мы посмотрим на мое демо, мы видим, я использую темно-серый и такой темно-красный цвет в своей палитре. Вы можете использовать любой свой цвет для вашего проекта. Соответственно, у меня цвета уже подобраны. Заходим в фон. Выбираем цвет. И вот здесь в палитре я предварительно задал нужные мне цвета. Выбираю его здесь. Он теперь темный. Теперь я кликаю вот сюда вот. И завожу сюда плагин. Логотип. Есть тут такой. Вот он логотип. Так и называется. Соответственно, все картинки уже загружены сюда в админку сайта. Вы также это можете сделать потом позже. Ну, у меня логотип просто джумла, да. Это у меня тестовый сайт, поэтому я его и оставляю. Соответственно, он сейчас достаточно маленький. Здесь я в этом окне перехожу в дизайн. То есть, по умолчанию размер 75 пикселей. Мы можем подвигать этот ползунок и логотип увеличить в размере. В моем примере это 188 пикселей. То есть, прям вот так закрываем, сохраняемся. Теперь эти три колонки, да. Заполняем телефон, email, часы работы. Соответственно, также просто мышкой кликаем вот сюда и достаем с вами плагин элементарно. Текст. Вот он здесь. Здесь заходим сразу в настройки. Здесь, в принципе, мы оставляем 25 пикселей отступ сверху снизу. Здесь пишем, что хотите. Можно написать, напишите нам и так далее. Итак, я разместил. Вы видите, теперь нюанс по поводу email. Какой он должен быть? Он у нас должен быть кликабельным. Как я это сделал? Вы видите, вот поле, да. Я просто написал, напишите нам. Снова строки поставил email. Потом, смотрите. То есть, просто написали email. Выделяем email. Кликаем по этой иконочке. Вот здесь важный момент. Вот здесь вы выбираете другой. А здесь пишем. Mail по-английски слитно. Т.О. Двоеточие. И ваш email. Эта конструкция позволяет email быть кликабельным. И чтобы открывался почтовый аккаунт. Чтобы человек мог сразу написать. Давайте попробуем. ОК. Закрываем. Сохраняем. Давайте посмотрим на фронтальную часть сайта. Открывается фронтальная часть сайта. Начало у нас положено. Если я кликаю на email. Вы видите, открывается почтовый аккаунт. Вот. И мы можем уже сразу писать. Если у вас точно так же, значит все сделали правильно. Точно так же с телефоном. Смотрите, я добавил уже блок с телефоном. Заходим в настройки. Выделяем наш телефон. Кликаем по иконочке. Вставить, редактировать ссылку. Также выбираем здесь другой. Здесь пишем по-английски. Тел. И ставим так же двоеточие. Расставляем телефон. ОК. Закрываем. Сохраняем. Идем на сайт. Обновляемся. Видим телефон. Кликаем. Вот на компьютере, если вот так всплывает. То есть это уже нормально. То есть это будет работать. На телефоне, по идее, должен быть набор номера сразу. То есть по клику из шапки должен набираться телефон. То есть вы сразу будете звонить в контору в эту, да? То есть ваш клиент. И, соответственно, добавляем время работы. Ну, так как добавлять текст сюда обычно, я думаю, вы уже справитесь. Что мне лишний раз не заморачиваться. Я создал уже такие готовые фреймворки, да? У меня здесь уже есть часы работы. Я вам сейчас это показываю, потому что вы... Вам это будет полезно. Если у вас будет стоять создание лендингов на потоке, то вы создадите кучу таких фреймворков, да? И потом просто мышкой готовые какие-то элементы сможете вытягивать их. Уже, видите, в готовом варианте. После верхней подложки, шапки, да, у нас идет с вами такое яркое меню. Чтобы добавить подложку под меню, мы наводим мышь на фиолетовую шестеренку здесь в углу. И нажимаем по плюсу. В сплавающем окне я выбираю одну колоночку. Появляется еще одна колонка. Во-первых, сейчас смотрите. У нас изначально сайт будет широкоформатный, резиновый, то есть растянутый по краям браузера. Так как задумка была сделать его колонкой, соответственно, здесь также кликаю по карандашку. И выбираем по ширине экрана, снимаем галочку. У нас будет вот такой вот узкий сайт, да? Соответственно, ширину сайта именно вот этой колонки вы можете рассчитывать спокойно. Перейдя в сайт, перейдя в макет, и я выставил больше, чем по умолчанию. По умолчанию, по-моему, 1170. Сейчас уже не помню, врать не буду. Я выставил 1600 по ширине. То есть весь наш сайт по ширине 1600 пикселей. Соответственно, как только мы это с вами делаем, сразу мне не нравится логотип. Нельзя такого допускать, да? Прижимается к стенкам. Я захожу сразу вот сюда. Макет. И сразу делаю 10 пикселей с левого отступа. Видно сразу, он, видите, у нас отступает. Соответственно, здесь можно тоже отступ добавить или ежедневно. Ну, тут текст перенести в другую строчку. Ну, у меня тут по две строчки, поэтому, в принципе, там небольшой отступ есть. Я так его и оставил. Далее, что делаем мы с меню? Мы заходим в настройки, в фон, и я сразу задаю цвет. Он у меня там дизайнерский, идет сразу темно, такой красный. Соответственно, здесь отступов у меня нет. Я отступы убираю. Добавляем плагин меню. Меню. Я выбираю майн меню. Соответственно, здесь можно добавлять пункты меню и так далее. Меню добавили. Конечно же, я тут уже поднастроил, сделал по центру, сделал кнопочки тут белые при наведении. Я уже опускаю такие подробности, чтобы мы с вами уложились в час, потому что я показываю сейчас базовые навыки, что позволит вам сделать такой сайт самостоятельно. Вы видите, у нас уже с вами шапка, в принципе, готова. Я предлагаю сразу залить бэкграунд. Я решил выбрать такой кирпичный фон. Вы видите, он находится на заднем плане. Давайте сразу такое реализуем. Я зашел в тема, зашел в фон. Здесь я выбираю изображение. Соответственно, у меня изображение уже подготовлено. Это большое изображение. 2К разрешение. Здесь оно у меня уже есть. Конечно же, изображение не забываем оптимизировать под интернет, чтобы у нас сайт не тормозил. Об этом у меня было уже куча уроков. И, соответственно, он здесь слишком яркий. Нам нужно задать вот здесь вот, видите, есть наложение. Во-первых, он фиксит, зафиксирован. То есть при прокрутке страницы он будет зафиксирован. Это интересно, достаточно смотрится. Соответственно, здесь вы выбираете цвет. И у меня это 0,6. Затемнение 0,6. То есть вот таким вот образом. Сохранимся. Обновимся. И этот белый свет, который нас ослеплял, фон браузера, да, он уходит. И у нас уже такая наглядная картинка. Мы сейчас просто спокойненько будем накидывать блоки нашего сайта. Дальше. Первая картинка сайта, которую видно сразу, так называемый первый экран. Должно быть что-то яркое, мощное, красивое по вашей теме. Я выбрал вот такого вот брутального мужчину. Соответственно, как это реализовано у нас в сайте. Заходим дальше в админку. Здесь вот, видите, вот это у нас контент. Во-первых, здесь мы убираем все отступы. Соответственно, вот здесь вот тоже мы видим отступы. Я также их убираю. И загружаем с вами слайдер в слайд-шоу. Ну, я использую слайд-шоу, а вообще можно использовать другой инструмент, просто там вставить фотографию. Но так как у меня там анимационно красиво выскакивает заголовок и кнопка, поэтому здесь этот плагин мне подходит. Соответственно, у меня уже изображения, как я уже говорил, все загружены, все готовы. Сюда загружаем. По высоте я делаю 900 пикселей. У всех индивидуально может быть. Стрелки. Так как одно изображение я здесь предполагаю. Я убираю стрелочки вот эти вот по бокам. Видно зеленые, да? Убираю точки снизу. Автовоспроизведение. У нас будет прикольный эффект пауза при наведении курсора мыши. Ну, по желанию я ставлю. И любимый свой эффект я выбираю. Он здесь в самом низу. Такое, видите, картинка наезжает как бы на нас. Ниже наложение. То есть на картинку накладываем слой, так сказать, цвета, затемняем ее, да? Потому что текст может быть плохо читаем. Текст должен хорошо читаться. Вот. Я выбрал такой цвет, но я делаю вот этим ползунком прозрачность. У меня это 0.54 затемнение. Вот вы видите, темнее стало. Сразу перейду в макет. Здесь кликаю по крестику, удаляю отступ сверху снизу. Соответственно, если мы сейчас сохранимся, пойдем на сайт, обновимся. У нас, в принципе, все готово здесь, да? Остается нам здесь повесить наше предложение. То есть, по сути, призыв к действию, да? И кнопку. Как это сделано вот здесь у меня? Как это мы делаем? Также заходим вот сюда, вот в зеленую шестереночку. И напротив нашей фотографии заходим в карандаш. Заголовок. Здесь мы пишем заголовок. Это тот заголовок, который у меня «Станьте сильнее». Соответственно, с нашей уникальной тренировкой. С нашей уникальной тренировкой это описание. И, соответственно, вот эта кнопка «Предсоединяйтесь к нам сейчас». Это вот здесь у нас выбирается кнопка «Ссылка». Если кнопка «Значение», пишем вот этот текст на кнопке. «Ссылку» вы повесите позже, когда вы создадите внутреннюю страницу. А на этой внутренней странице будет форма, где человек сможет заполнить свои данные и отправить вам через сайт на вашу почту. Внесли изменения, обновляем страницу и получается у нас все вот такие дела. И по поводу, чтобы это все выскакивало анимационно, я думаю, вы здесь разберетесь дальше по настройкам в этом слайде. Не будем здесь подробно останавливаться, давайте двигаемся дальше. У нас с вами дальше вот такой вот флипбокс. Давайте посмотрим, как это делается. Итак, по фиолетовой шестеренке напротив слайда кликаем по плюсу, выбираем три колонки. Внизу у нас добавляются три колонки. Нам здесь отступы не нужны. Мы здесь все убираем. Далее добавляем с вами плагин. В самом верху, вот здесь вот видите, вот он флипбокс. Кликаем. Давайте пробежимся по настройкам. Сразу закругленные края. Убираем, если не хотите, чтобы были острые, да. И как это все настраивается, смотрите. Он у нас поворачивается, имеет две стороны. Соответственно, вот здесь вот есть такая вот иконочка, видите. Кликнув, переворачивается наш слайд и здесь можно зайти, да. Ну, во-первых, можно вот здесь менять. Видите цвет, она повернула зеленый, меняете на свой. Но это не самое важное. Соответственно, фон вы можете наложить как изображение, градиент, видео, цвет, нет. То есть все что угодно. Также и прямо внутрь расположить любой другой плагин. Наведя мышно-зеленую вот эту шестереночку, зайдя вот здесь по плюсу, прямо во флипбокс, например, вам надо вставить кнопку. Вы видите, встали кнопку. Саму кнопку, соответственно, здесь настраиваете легко. Давайте посмотрим на мой сайт пример. То есть вы видите, на первую сторону флипбокса я загрузил просто фотографию. На развороте я просто повесил плагин текста, повесил кнопку. И кнопка может вести либо на страницу формы, либо она может вести сразу вот на такую всплывающую форму. В этом видео, как делать вот такие всплывающие формы, я не буду рассказывать, чтобы не повторяться. Так как в прошлом видео о том, как создать сайт для фотографа, я об этом рассказал. Если вам это интересно, посмотрите мое прошлое видео. Думаю, здесь с флипбоксами вам понятно. На каждую сторону можно кинуть какие-то плагины, настроить их или кинуть фотографии. Теперь внизу. Вот видите заголовки и рейтинг звездами. Можно сделать, что они кликабельны. Человек может оставить рейтинг под, например, данным тренером фитнеса, бодибилдинга и так далее. Здесь ничего проще нету. Что вы делаете? Вы просто кликайте вот по нижней, вот здесь вот видите, вот этому плюсу. И рейтинг, например, звездами. То есть сначала вы кидаете текст вот сюда, это будет заголовок. Убираете отступы, меняете текст на свой. Дальше еще раз кликайте по плюсу и выбираете плагин рейтинг. И также здесь элементарно уже по аналогии. Вот его настройки. Меняете цвет под свой и так далее. Все это сделали, обновляемся. Уже, уже, да, что-то похоже. То есть я уже здесь все так же поднастроил. Нам что не хватает? Посмотрим на сайт. Сзади у нас темная подложка. И наши флипбоксы, они заскакивают, да, можно сказать, половиной на наш слайд. Видно, да? Давайте это все сделаем. Во-первых, перейдем вот в эту синюю-голубую шестереночку. Зайдем в карандашик, в фон и зададим цвет. Видно белый. Но у меня специально здесь заданный цвет. Вот такого плана. Заходим опять в голубую шестереночку. Макет. Сверху отступ. Я ставлю минусовое значение, то есть минус 100 пикселей. Сразу вы видите, поднялись наверх флипбоксы. И нахлестом идут на наш слайд. И, соответственно, слева 25 пикселей. Немножко осуду сделаем с краю, да. И справа 25. Вот таким вот образом. Перейдем на наш демо-сайт. Обновимся. У нас уже с вами, можно сказать, половина главной страницы готова. Далее, следующий блок у нас идет. Заголовок, кнопка, всплывающая форма и картиночка. Внизу вот есть такой плюс. Кликаем по нему. Выбираем. Одна колонка. Соответственно, в этой колонке мы убираем с вами все отступы. Задаем тот же цвет. И, соответственно, убираем по ширине. Зайдем также в синюю шестереночку, да, здесь тоже уберем. Если что, отступы зададим потом. Давайте посмотрим, как у меня реализована вот эта дальше конструкция. Смотрите. Админка. То есть, что я здесь сделал? Я уже сейчас быстренько пробегусь. Я создал колонку, да, и разделил на три ее. То есть, получается, по бокам вот эти вот две, они пустые. Задал рамки у колонки, у средней. И прописал текст. Дальше идут пустые две колонки, чтобы я таким образом реализовал здесь пунктирную стрелочку. Даже не стрелочку, а просто направляющую. Давайте вам покажу. Вот видите, вот здесь я решил так сделать. Такая стрелка, даже не стрелка, а пунктирная. Потом кнопка, опять стрелка, пунктирная линия и кнопка. Не кнопка, а иконка стрелочки. Ну, просто прикол такой, показывающий на красивую картинку ниже. Соответственно, просто здесь уже повторяться я не буду, потому что здесь, я думаю, вы уже справитесь. Вот вам, в принципе, я наглядно показываю. Вот сейчас вы видите, как выглядят демо, так сказать, админки. Просто обычные строки я создал, да, и вот так вот разместил это все дело. Соответственно, ниже также это идет просто картинка. То есть плагин изображения, я залил сюда изображение обычное, PNG, то есть вырезано с прозрачным фоном, то есть без заднего фона. Вырезал на фотошопе, сделал свечение этой фотографии красным цветом на фотошопе и PNG-шную картинку сюда залил, чтобы мы видели сзади бэкграунд наш, вот этот темно-серый. Итак, я вам показал, как это делается, и чтобы мне заново это все не создавать, смотрите, я записал это в библиотеку, секции, вот она, секция, видите, смотрите, я просто перетаскиваю сюда на другом сайте, и вы видите, вся эта конструкция встает уже, готова у меня. Давайте обновимся и посмотрим. Я хочу, чтобы вы знали, как это делается, я поэтому специально это показываю. Как я уже говорил, если у вас будут сайты на потоке стоять, то есть надо будет быстро сделать несколько лендингов, у вас уже будут какие-то свои заготовки, где-то они будут дублироваться, повторяться, и гораздо проще будет заготовку кинуть, уже готовую, и с ней поработать, нежели ее создавать сначала на каждом новом сайте. Итак, я закинул еще и фотографию, я думаю, это понятно, как это сделать. Что делаем дальше, смотрите. Согласитесь, довольно-таки скучно иметь лендинг-сайт, когда он выглядит обычными прямоугольными блоками. Надо разбавлять вот такими вот разделителями, видите, скосами. По сути, называется разделитель секции, да. И получается вот такие вот яркие, видите, блоки можно реализовывать. Причем не только скосы такие разные, можно делать вещи. Их нужно делать, да. Это придает такой, я не знаю, изюм вашему сайту. Давайте посмотрим, как это делается, да. Стоит мужчина с текстом призыв к действию, да, например. И таймер, то есть тикает счетчик, обратный отсчет. То есть осталось немного времени, да, когда вы сможете привести друга и получить скидку. Это одна секция. Соответственно, вот этот скос, он добавлен на секции выше с нашим изображением. И нижний скос также посмотрим. Я нажимаю по плюсу, еще раз добавляю одну, так сказать, секцию, да. Убираю отступы. Убираю отступы здесь. Ну, то есть вы уже это знаете, как делается. Вот. Она у нас будет, вся эта вещь, она у нас будет с вами тоже иметь выраженный красный цвет. Вот я ее выбираю. И, соответственно, убираем здесь галочку, да. То есть если мы сейчас с вами посмотрим, обновимся, просто полоса внизу, да. Просто так будет нам лучше ориентироваться. Давайте сначала посмотрим, как я реализовал. То есть здесь просто картинка квадратная, то есть все стороны равны, на фотошопе подготовленная. И уже в самом плагине изображения просто там делаем скругленные углы. И все, картинка готова. Соответственно, здесь мы вешаем плагин текста обычный и плагин таймера. Давайте, в принципе, я вам его покажу. Здесь, по идее, надо было бы делать две колонки. То есть если, смотрите, я вот случайно создал одну колонку, да. Я захожу внутрь. По голубой шестеренке вот здесь такая иконочка. Кликаю. Делаю две. Все. Разделение на две колонки есть. Соответственно, можно зайти в карандаш. Макет. Отступы между колонками здесь можно убрать. Ну и все просто. Добавляем плагин в первую колонку. Изображение. Вот квадратное изображение. Выбираем. Плюс. Вот сразу она помещается, да. Размер картинки у меня 500 на 500. Поэтому 500 я и выставляю здесь. Перехожу в макет. И вот радиус, о котором я говорил. Я делаю 200. И она становится круглой почти. Делайте 300. Если она не круглая, больше. Вот она уже у нас готова. Здесь размещаем текст и таймер. Текст разместили. Здесь есть классная опция. Смотрите. Заходим вот сюда вот в карандаш. И вот здесь выравниваем содержимое. Выбираем по центру. То есть это относительно, видите, нашей картинки будет смотреться лучше. И, соответственно, смотрите. Здесь по плюсу кликаем, да. Если таймер вы тоже ставите, то ничего сложного нет. Таймер вот здесь обратного отчета выбираем. Он у нас не настроенный, да. Естественно. Выбираете. Вот здесь кликайте по календарю. Выбирайте дату. До какого дня кликает таймер. Тикает. Здесь меняйте на русские дни, часы, минуты, секунды. Прямо прописывайте. И внизу будет написано. По-русски. Соответственно, отображение даты. Можно выбрать только часы. Отображение часы, минуты, секунды. Или только минуты и секунды. Как вам удобно. И дизайн, конечно. Тут вот цвета. Все настраивайте. Я думаю, вы здесь уже справитесь без меня. Итак. Я таймер разместил. Вы видите, как это все симпатично смотрится. Давайте сохранимся. Сбегаем на наш сайт. На главную. Обновимся. Вот так это выглядит, если это просто прямоугольный блок. Нам же нужно сделать вот такой вот скос. Давайте его сейчас реализуем. Важный момент. Мы заходим на секцию выше, где у нас картинка. Заходим в карандаш. Заходим в фон. Ниже. Видите, называется разделитель. Снизу, снизу оставляем. Сразу выбираем цвет, так как разделитель у нас идет к нижнему красному блоку, чтобы не было видно зазоров или другого цвета, чтобы было видно, что это продолжение этого блока. И, соответственно, вот здесь вот выбираем вот такую вещь. И размер 39 я выставляю. Идем на сайт. Обновляем страницу. Итак, у нас скос есть. И он идет продолжение, видите, как бы блока. Соответственно, уже скос ниже. Я не буду показывать, как это сделать. Вы его сделаете уже по аналогии. Или можно оставить без изменений. То есть скос только наверху. Так тоже используют. Посмотрим на наш демо-сайт пример. Нам остается сделать здесь расписание. И подвал сайта это уже прям 5 секунд. Итак, будем считать, что разделители мы с вами сделали. Секции, да, теперь у нас выглядит так же. Я повесил расписание занятий. И теперь самое интересное. Как я реализовал таблицу здесь. Вот вы видите. Обычными row, вот этими секциями, да, я сделал. То есть нам, мне нужно было разделить 7 дней на 7 дней недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятник, суббот, воскресенье, да. Вот вы это видите. И я сделал, значит, row с заданными колонками. Конечно, прям ровно не получилось сделать. То есть вот эта колонка, вы можете видеть, она у меня 3 размером. Соответственно, вот эти все, где понедельник, вторник, среда, четверг, пятник, суббота, это все по колонкам размером 1. И вот здесь вот колонка 2. Так как не получилось сделать ровно. Но на сайте выглядит ровно. И еще я сделал вот здесь вот отступ. Вы видите такой зазор, чтобы сама вся общая таблица, она у нас была по центру самого сайта. Давайте попробуем реализовать. В админке нашего сайта на фиолетовую шестеренку наводим. Нажимаем плюс. Вот здесь мы не смотрим, а вот здесь мы можем задать. Смотрите, здесь гритбокс устроен таким образом. Он создает 12-колончатую верстку. То есть 13 или 11 не получится сделать. В сумме должно быть 12. То есть смотрите, мы делаем 2, ставим плюс, 1, дальше плюс, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Вот эти 1, их должно быть 7 штук у нас на 7 дней недели. Вот 7 сделал, и здесь я делаю плюс 3. Если все сделали правильно, то есть в сумме это 12, появляется кнопка «Сохранить». Значит, это мы можем применить, и это будет работать. То есть самое сложное позади. Нажимаем «Сохранить». В принципе, все готово. Заходим в карандаш. Заходим в макет. Нам здесь нужно убрать отступ между колонок. Снимаем галочку. И, соответственно, у всей строки я в макете делаю 50 пикселей отступа слева. А снизу, кстати, вот здесь вот можно поставить 0. Потому что снизу будем добавлять. Соответственно, если мы сейчас сохранимся, пойдем на сайт, обновимся, мы ничего не увидим. Дальше вы задаете... То есть надо зайти вот здесь вот в карандашик, в каждую ячеечку, да. Вот обратите внимание. Здесь вот такая легкая тонкая рамочка, видите. То есть задается это просто. Вот так заходим. Макет. Ставим по всем сторонам. Нам нужно рамочку толщиной, ширина 1 пиксель и цвет так, чтобы она едва была видна на темной нашей подложке. Вот сейчас давайте посмотрим. Вот она сейчас есть. Да, только я задал не там. То есть, смотрите, я немножко ошибся. Вы здесь не задаете. Это у нас колонка, она остается пустой. Вот эта большая, да. И последняя тоже остается. Нам надо вот эти вот, где у нас единичка. Вот их как раз таки надо все вот так вот проставить. Дальше уже будет проще. Потому что дальше вы будете просто копировать строку и менять там ей цвет, добавлять элементы. Ну, то есть время работы тренера, то есть когда он там работает и так далее. Вот смотрите, я сейчас вот у двух уже сделал. Я вам сейчас наглядно покажу. Дальше уже без меня. Я думаю, вы справитесь. Давайте я вот обновлю. Вот вы видите две колонки. Они сейчас узкие. Но когда мы внутрь добавим контент, то есть смотрите, например, как вот здесь понедельник, вторник. Это обычные текстовые плагины, да. У них имеется же отступ. Соответственно, вы просто вот сюда кликаете, да, добавляете текст. Вот. Сразу у нас, видите, встает вот здесь вот отступы 25-25. Сверху, снизу, да. Здесь просто ставим, да, то есть PN, да, то есть понедельник. Просто заходим сюда по центру. Надо, если тут делаете больше размер. Цвет меняете, да, на наш. Вот. И можно там добавить жирность. Вот у нас уже получилось. Смотрите, сохраняюсь. Обновляюсь на сайте. Вот обратите внимание, видите, понедельник уже есть. Все. Дальше объяснять уже не буду. То есть здесь также делаете у всех ячеек рамочки. Добавляете понедельник, вторник. Смотрите, здесь не забудьте, можно вот так вот дублировать. Копировать. Видите, вот так переносим. И здесь просто меняете вторник и так далее, чтобы быстрее вам это все сделать. Что вы делаете дальше? Когда здесь все заполните, все очень просто. Вы вот здесь вот у шестеренки нажимаете. Также дубликат. Убираете отступы сверху. У этой строки тоже. Заполняете ячейки эти вот такими данными, как бодибилдинг. Ведет имя, фамилия тренера и время, когда он ведет. Ну, то есть вы уже сами смотрите, в каких ячейках, в какие дни у вас будет преподаватель преподавать. То есть вот дальше я не вижу смысла объяснять. Вот вы видели, да, как создается таблица. Просто создается вот такими вот row-секциями, да. Ну, только вот не забудьте, вот здесь вот отступы сверху брать, чтобы между ячейками не было отступов. Вы сюда заходите, да, и просто сверху вот здесь вот отступы надо будет убрать вот так. Тогда они, видите, ячейки друг к другу прислоняются, все нормально. Дальше подвал. Давайте быстренько его создадим. Он у нас, в принципе, уже есть. Вот вы видите. Просто нет у него цвета. Во-первых, он у нас по ширине. Мы убираем ширину. Завозим сразу ему цвет. В принципе, он так и есть. Социальные кнопки у вас внизу уже будут. Также легко настраиваются вот здесь по карандашку. Также вот здесь это просто плагин текста. Правовая информация. У нас подвал уже есть. Ему не хватает вот такой вот классной вещи, да. Тоже разделитель внизу. Думаю, вы уже догадываетесь, как это делается. Также здесь. Фон. Разделитель снизу. Надо просто выбрать нам нужный. То есть разные здесь есть вариации. Так, конкретно у меня используется вот этот вот вертекс, если я правильно произношу. Ну и здесь вот, видите, ползунком можно больше-меньше делать вот его. Вот у меня 50, я, в принципе, так и оставил. То есть вот он, подвал тоже готов. Не забудьте вот здесь у вас мобильную версию править. Под каждое устройство можно зайти и настроить так, чтобы на мобилке смотрелось хорошо. Изначально на мобилке, конечно, смотреться не будет. Пока все не настроим. Но там вы уже по аналогии это все сделаете. Итак, смотрите, смотрим. Вот наш сайт. Естественно, я таблицу уж не стал делать. Подвал, вот он сделан. И чуть не забыл. Смотрите, главное у нас готово. Очень рад, если вы досмотрели это видео до конца. Я вам не рассказал самое интересное. Оставил на десерт. Это залипающее меню. Вот такое вот, смотрите. Вот такое вот, да? Итак, где наше меню? Кликаем по плюсу. Прокручиваем ниже. Находим. Вот он, sticky header, да? Плагин. Кликаем. А сразу, где он у нас располагается? Смотрите, мы находим его вот здесь вот такая. Внизу залипает такая вещь. Мы кликаем по карандашку. Сразу видим его наверху. Можем оставить его по ширине экрана. Можем убрать. Смещение. Ну, смотрите, я вам сразу скажу, чтобы 300 пикселей сверху. И тогда он у вас должен появляться. Дальше, анимацию выбрать. Бонус. Вот так вот выскакивает, да? Продолжительность и так далее. Но самое главное, делаем цвет меню. Как он у нас и есть изначально. Также здесь можно также и оставить и логотип. Но логотип я здесь, в принципе, не размещаю. Поэтому я захожу вот сюда вот в шестереночку. Выбираю одна строка. И что мы делаем? Мы просто делаем дубликат нашего меню. Вот здесь вот, да? Перетаскиваем вот сюда вот. Смотрим на сайте. Прокручиваю вниз. Меню появляется. Вот таким мощным эффектом. Если подложка широкая, конечно же, можем здесь убрать отступы. И самое главное, то что в фоне, да, вы можете задать небольшую такую прозрачность, да? Если хотите, чтобы немножко просвечивал. Просвечивал сайт. Обновим страницу. Вот таким вот образом. Через подложку видим сайт. Вот таким нехитрым способом у нас теперь меню круто залипает. И находится на видном месте, да? Его всегда будет видно на сайте. Вот такой получился достаточно длинный урок. Я обещал сделать его за час. Но я справился чуть побыстрее. У вас, возможно, займет больше времени на подготовку. Но потом собрать вот так вот сайт, вы, в принципе, так же быстро его соберете. Даже быстрее, потому что мне приходилось еще это объяснять. На это тоже время уходит, да? Естественно, если бы я ничего не говорил, я бы собрал его еще, еще быстрее. Итак, напоминаю, если хотите освоить данный конструктор и создавать такие и другие крутые сайты, пожалуйста, вот вам курс для обучения. Ссылка в описании. Переходите на мою страницу презентации. Знакомьтесь с данным курсом. Если нет времени или не хотите заморачиваться с обучением, вот вам мой телефон. Звоните или пишите мне в комментариях, на почту. Обсудим ваш проект. На этом здесь все. Всего вам наилучшего и до новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok